Здравствуйте, уважаемые зрители! Начинается второй групповой этап, собственно говоря, студия аналитики разобрала то, что мы сейчас с вами будем смотреть. Ну и мы сразу обратили внимание с Таффой на очень интересный выбор карт в этом матче, потому что после вчерашнего оверпасса увидеть такой вот пик от Фнатик, ну... Ну да, здравствуйте, друзья! Ламыч тоже был в шоке, потому что вообще непонятно, в хлам проигранной карты ничего не получалось, и, наверное, ответ логичный только один. Парни просто после матча сели и разбирали оверпассу несколько часов подряд. Ну, с учетом того, что вся игра выглядела вчера на оверпассе как поддавки от команды Фнатик, я замечу, это реально поддавки, то есть они даже не старались, то, возможно, они тактики засейвили вчера, чтобы показать их нам сегодня. Есть такая теория, но есть и теория того, что эти парни любят проигрывать первые карты, потом выигрывать вторые, но здесь оверпасс второй. Слушай, ну, возможно, там вчера был фактор дерби, знание игры соперника, восполнение команды NIP, знание слабых мест, ну и банально там где-то просто не проперло, где-то были приняты неправильные решения. Сама стратегия там общая, такая вот местами пассивная, особенно в защите, я думаю, многим не понравилась, поэтому, я думаю, сегодня ребята будут поагрессивнее на второй карте. Я думаю, там и по отжимам мы увидим, и великолепную игру. Ну, короче, другой КС должен быть здесь в любом случае, первой картой будет Мираж, друзья. Тот Мираж, который вчера ребята из Фнатик сыграли очень-очень уверенно и показали нам действительно шикарный КС. Джи Джи Бет дает коэффициенты 2.41 на Фнатик, на Фейс 1.54, кстати, в своем инстаграме я озвучил то, что у меня сегодня маленький экспресс на 10 долларов, ну и, в общем-то, там в записи найдете. Да, я уже говорил, что Игорь вообще такой рисковый парень. Друзья, поехали, посмотрим, как... 10 баксов рисковый парень. Да-да-да, как будут отыгрывать ребята. Опять же, Бролан вчера на второй-третьей карте был хорош, на первой не очень, но это была конкретно карта оверпасс. Смотрим за Голдена, выход на точку бэгу, ой-ой-ой. Продавили Голдена, знают про Кримса, играет Кухня, Кримс на бенче, тоже в голову, и Фейс, собственно говоря, сыграли свой коронный выход на базу бэ. Поджим со спины, давайте посмотрим, там Олаф будет... О, уже не принимает, отлетает Олаф, 3-4, но есть шансы на взятие, нужен хэдшот, хороший! Джеспер знает то, что его пушат с двух сторон, кроссфайр от атаки, пытается уйти Джеспер, отворачивается, и все-таки его забирает Рейн. Действует Флюша, от Флюша зависит очень многое. Где Бролан находится все это время, он в зигзаге, и ничем не может пока что помочь своему тиммейту. Ну, тяжелая ситуация в выбивании у команды Фнатик, и Фейс, клан абсолютно спокойно должны забирать этот раунд минус Бролан. Ну и 4% здоровья у Флюша, он здесь уже не знает, куда деться, забирает его Колдзир 1-0. Фейс отличный пистолетный, очень мощный. Хорош парни, великолепно сыграли, было видно, что Фнатик не угадали с раундом, больше аплэнты ждали. Был, конечно, план взять ретейком точку Б, и пистолетку можно было выиграть. Вот залететь вот одна из этих пуль из Юспика GV, вот согласитесь, было много шансов, близкая дистанция, вот эти вот головы, которые выходили, и бенч, и справа сплэнта, можно было всех убить, но не залетело, вскрыли GV и уже дальше забили. Дал минус GV, все, там подлетают ковры и ретейк. Первые позиции не сработали, это все заслуга флэш-гранат игроков команды Фейс. Так, друзья, Джеспир берется за старое, вновь достал Валеру, действует и погибает в окне, пытаясь прострелить через дым центра карты. Флюша берет Валеру себе в руки, и Валера продолжает активно участвовать в этом раунде. Как я вчера сказал, новая мета уже в прямом эфире. Ну и, конечно, револьвер будет радовать нас, возможно, и сегодня. И GV, и Флюша попытаются, конечно, применить этот пистолет, но особо каких-то успешных моментов мы не видели. Да, было там пару фражочков от GV вчера, но чтобы это было каким-то решающим фактором, я бы не сказал. Вскрытие коннектора прошло только что у ребят из команды Фейс. Видели мы, что они... О, Валера в действии! Факт-панико! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, там, по-моему, и стегла может быть. Натик вчера три карты ждали этого момента, и вот сегодня... Сегодня этот фраг все-таки произошел прямо здесь, во втором раунде. Чудеса! Не, ну были-были вчера фраги, но тоже малый, опять же, нерешающий какой-то момент в матче. Ну, поехали! Фейс в великолепной форме. Опять же, вот Игорь там проводил трансляцию, тоже поучаствовал. Ну, где-то вот у меня по ощущениям, что могут со счетом 2-1, да и вообще победить фейс-клан. Конечно, я думаю, большинство ребят понимают, что это может произойти. Но вот Фнатик, такие ребята, которые могут собраться в нужный момент, реально вот они сегодня рискнули по маппику, и посмотрим, к чему это приведет. Я ожидаю очень много от этой игры. Если они засейвили оверпасс, то должны будут нас удивлять. Рейн выбивает флюшу с центра карты, атака на центр продолжается все более и более в агрессивных тонах. Гранаты в коннекторе работают полностью на команду фейс. Уже меньшинство у ребят из команды Фнатик, и пока, ну... Ну, ужасный первый оружейный раунд, да, начинается просто с кошмара. Полное, по идее, здесь непонимание, что можно сделать у Кримза. Опасная позиция, скорее всего, сейчас против него отыграет Олаф. Увидел Олафа, все уходит. Ну, и два игрока на базе. Если фейс будут выходить в этом направлении, есть риск в этом раунде потерять все преимущество и остаться в равенстве. Ну, и пошли в коннектор, слышит это дело Кримз, забирает первого. Будет ли враг паника? Нет, не проходит. Бролан, это кроссфайр, Бролан, спрей не дожал до второго, и Голден остается на ситуации 1 в 2. Фейс получает максимально удобный момент, чтобы взять еще один раунд. Нормально, отличное преимущество в начале раунда. Поймали Фнатик на агрессивном выходе через коннектор, дали первые два стартовых минуса. И уже в ситуации 5-3 зашли на точку на размене. И имеют отличную ситуацию двое против одного с установленным плентом. Капитан Голден продолжает, конечно, удивлять своей хорошей игрой. Но сегодня вот в этой ситуации 1-2 ему явно будет тяжко. Наверное, стоит уйти на сейв. Это будет третий проигранный раунд к ряду со стартом матча. И, в принципе, может быть, эта эмка в следующем раунде и пригодится. Но решил, видимо, побороться за точку. Ну, давайте посмотрим, не потеряет ли девайс. Если дефюз киты есть, конечно, если ему дали кол, что там они есть, он может что-то здесь попытаться сделать, но он без дефюз китов продолжает. Ой, второй дым нашел, хотел еще разочек закинуть на бомбу, но не вышло. Нам показывают занятие центра карты сейчас в исполнении команды Фейс. Давайте внимательно посмотрим, как они разыгрывают свои гранаты. После дыма в Зигзаг и в окно они очень плотно хэшками напрягли коннектор. Вот, кстати, там очень серьезно, конечно. Ну да, тут отмену вовремя не сделал ли Фнатик, и вот игрок Зига уже пошел там прикрывать коннектор. Я вот, кстати, немного не понял, как там Зигзаг не сыграл. Вроде он был готов. Ну, вскрыли его. Там просто с глаз именно игроков Фейсклана надо посмотреть. Видимо, залепило шикарно там и в дымы, и по голове зашло все. Просто круто начинают свою первую карту Фейсклана. Опять же, напоминаем, что выбор Фнатик вот под сомнением у нас с Игорем. Вот Уверпасс после вчерашней игры, ну, непонятно, как будет сегодня отыгрывать ребятам. Минус Бролан, но это экономический раунд команды Фнатик. Далее будут очередные девайсы, и уже в следующем парни попытаются быстренько вернуться в эту игру. Пока нашли Бролана, да, в упоре вот на яме. И Рейн уже, как видим, оказался в Зигзаге. Сейчас заколется, да, все заколел своим тиммейтом, потому что база Б чистая. Нашел игрока в кухне, но он не представляет сейчас на самом-то деле опасности. Хотя успевает занять позицию за плентом. Правда, Брэйн дождется тиммейтов, и будет вновь организована раскидка. Джаспер дает информацию. Попадание. Это попадание? Сколько там он снял? Минус 50. Так, в итоге прострел от Голдена на бенч. Ну, оставшиеся игроки атаки должны сейчас в связке все это дело спокойно законтрить. Не думаю, что есть шансы с юзбами. Ну, калаш есть, да, но калаш. Калашу пока не дают играть. Играет один фьюш. Калаш не вышел. Джей Ви минус колд зира. Вот это уже опасно. Падает Джаспер. Кримс последний. У него есть армор, у него есть дым, у него нет дефьюз китов. Вновь в ситуации один в два. Второй раунд подряд для ребят из Фнатик. Ну, и вот у Голдена шансов было поменьше. У Кримса был шанс удивить, но он так и не вышел из кухни. Скорее всего, останется сохранять до конца. Ну, хотя бы по три пушки выбивают Фнатик из своих соперников. Тоже не отпускают их далеко по деньгам. Это хорошо, но было бы неплохо взять раунд. Но вновь рисковать не стоит. Мы видели, что у Голдена не получилось. А представь, он бы засейвал тот кольт и мог бы нарисоваться на базе Б. И встретить ту самую атаку, которая начиналась с Ковров. Действует Кримс, забирает первого. Дефьюз. И игрок атаки его сразу выцепил. Посмотри, как попал. 5% осталось у Олафа. Все-таки сегодня в хороших кондициях шведы из Фнатик. Попадают действительно жестко. И давайте посмотрим, как начнется вообще второй оружейный и чем он закончится. Для шведов очень важно начать играть прямо в первой половине. Чтобы избежать вчерашних качелей. Ой, ну посмотрим. Опять же, Фейс Клан в последнее время показывает шикарную игру. Все быстрее и быстрее работает как команда. Личный скилл игроков просто великолепный. Да, бывают, конечно, неудачные игры. Но обычно, ребята, и по статистике, и статистика об этом говорит. Последний месяц сыграют просто шикарно. Ну что же, выход на Аплэн. Готовят Фейс Клан. Минус от GV. Три по коврам. Там же бомба. На точку А двигается Броки. Первым из ямы пойдет Ника. Ну и вот-вот начнется выход на Бролана. Он здесь один через коннектор поможет ему Кримс. И уже через КТ обходит GV. Едва-едва не провалил Бролан этот прием. В итоге размен получают весьма дискомфортные игроки команды Фейс. Меньшинство. Шикарно убрали Броки под флешку в коврах. Ну, может быть и шикарно. Но это ключевой момент. Все, заперты, заперты здесь Фейс. По идее, шведы должны спокойно как замок работать. Лезет Голденник, его забирает, прикрывает ситуацию Холдзира. И не читался здесь тикет-бокс. В итоге выпад от Джеспера. Фраг по бомбе. Ну, все очень просто в этом раунде закончилось. И реально без приключений Фнатик отыгрывает второй оружейный. Но это, опять же, пища для размышлений команде Фейс. Скорее всего, сейчас они попытаются сыграть максимально другой раунд. И по темпам. И, возможно, даже основной удар придется не на базу А. Короче, на этом ивенте на Мираже Ника и Колд лучшие вообще воины среди всех участников. Поэтому статистика говорит о том, что Фнатик на первой карте будет довольно тяжело. Еще раз повторимся, друзья. Ну и давайте посмотрим, что на этот раз придумывает Фейс Клан. Как они будут вообще бомбу заносить на точку. Тут очень интересный момент. Каков план? Ну, пока можно, конечно, воспользоваться этой паузой и пообщаться. Есть дым у Ника и, скорее всего, он его может попытаться оформить, опять же, ЗБ Ковров на кухню базы Б, на окно, но без выбитого центра. Вот эта вся агрессия на базу Б очень быстро будет разбираться. Да и Фейс, в принципе, здесь никаких иллюзий на тему этого раунда не испытывали. Как мы видим, никто не стал рисковать. Выравнивается экономика. Хотят парни хороший буст получить по деньгам. Ну и поставить бомбу – это действительно хорошая такая задача. Она может закончиться для них успешно. Уже готовятся три игрока сейчас играть. Десант, Голден под окном. На зигзаге играет Флюша. Джеспер прикрывает с кухней. Ну, я не знаю. Разводят, разводят, разводят. Натоптали, показали, что аркады. Гранаты не полетели. Гранаты не полетели, да? Вот, черт, что же делать-то? Ай-яй-яй. У нас остается мув дым джангл и выход на базу Ано. А тут уже Кримс. Ну, вот, кстати, на базу А было выйти намного больше шансов в этом раунде. Ну, план был простой. Натоптать, получить гранаты от опорников. И потом через 30 секунд второй волной просто залететь на точку. Судя по всему, именно такой. Тут должно было быть просто, но нифига не просто здесь для Кримса оказался этот эпизод. Еще с лавочки Броки попадают по Флюше. 58% здоровья. 20 секунд до конца. 5 в 4. Фейс в большинстве с голоками в руках. Так, бомба вылетает на Аплэн. Там находится Бролан. Вообще, если он сейчас не законтролит бомбу, она будет установлена. Да ладно, минус в джангл. Ладно, хорошо, падает Броки, но есть калаш. Нет, не успел поставить. Быстро притормозили попытку установки. И ситуация 2 в 2. 5 секунд. Какие же потные фейс, ребят. Какие потные... Успел! Он успел! Фантастика! 2 в 2. Ну что, колд очень важный момент подбирается. Еще и Ника подобрал эмку. Ооо, вот это да. Вот это сейчас Фнатик, конечно, получили себе оппоненты неудобного и нелогичного. Кримс занес девайс, получается? Получается так, да. Получается, один фраг, один отданный девайс приносит победу Фейзаму. Еще деды говорили, не поджимай против пистолетов и экономических раундов, не заноси пушку. Нет, они хорошо стояли. Они просто по стрельбе не вывезли. Ни Кримс не вывез, ни его тиммейт, который был в зигзаге. И вот эта вся задумка с агрессией на центре, пускай она является очень хорошей и работающей большинства команд, но конкретно в этой ситуации Фейз показали какую-то... Давайте посмотрим. Вот этот минус, да. Просто сразу в чайник залетает с глака. Боже, какой, конечно, сейчас для шведов. Вот этот калаш в руках Колда, посмотрите. Я думаю, это минус мораль. И еще раз обращаю внимание на выбор карт в этом матче. Заходите на YouTube, пока есть время, пока здесь первая половина. Чекните, как там играли вчера оверпасс ребята из Фнатик. Либо сегодня мы увидим что-то супер непредсказуемое, либо сюрприза не будет. Давай еще больше напомню статистики, пока здесь два караунда от команды Фнатик. Вчера Фнатик обыграли NIP со счетом 16-5 на карте Мираж. Выиграли 13-2 за атаку Фнатик на этой карте. И все равно Фейз Клан взяли. Такие, да что тут, какой там Мираж, пикаем Мираж. Но с другой стороны Фнатик выбрали оверпасс, который они просто проиграли в хлам. Ну, 13-2 первая половина была, и 16-2 вообще общий результат вчерашний. Ну, там вчера по половинам, друзья. 13-2, 13-2, две первые половины, две первые карты. Вот такой был расклад в матче с NIP. Третья тоже, в принципе, была по контролю. И раскидка базы Б, выход Зиг на контролю Голден. Но, опять же, позиция Бенча, залетает дым, поэтому Зигзагу он здесь уже ничего не сделает. Продумали этот выход. Блин, какое же офигенное макро у Фейз вообще вот на этой карте. Прям как рыба в воде. Шикарный читает соперника. Голден великолепно здесь убрал двух игроков, находясь в соло. Ну и финалка 3-3. Здесь, в принципе, проблем не должно больше возникать у ребят из Фейз Клан. Это, по-моему, уже третий или четвертый раунд в направлении базы Б был разыгран. Ну, так, знаешь, они четенько комбинируют, все понимают, знают, кто где там держит у Фнатик. Прекрасно там действует от Энтри Кила. И есть свои раунды, вот занятия уверенно. Есть ребята, которые, опять же, с лучшей статистикой на этой карте. Ник и Колд. Колд, напомню, вообще лучший игрок на карте Инферно там за последний год, по-моему, или полтора, или больше. Но сегодня Инферно не будет, кстати, у Фейз Клан. Ну что, Кримс отрежет, возможно, сейчас одного человека. Нико? Нет. Нико проверяет лифты и уверенный хедшот против Кримса, господа. Хотя, знаешь, я, наверное, далеко забежал. Вперед Инферно может быть, конечно же, третья карта. А Девайс успел, не успел забрать Флюша Девайс, ты видел, он там практически, практически привел прицел на Калашников, который лежал в коврах. Друзья, не забывайте нам писать, потому что без вас трансляция, вообще трансляция делается для вас, и без вас она теряет смысл. Фидбэк весь в Твиттере, господа, и, естественно, там по хэштегу Майнкаска, по хэштегу EPL, пишите нам вместе с Таффой, Таффой, ТВ, СЛФМ, ТВ. Да-да-да, и, конечно же, давайте обсуждать вот нашу любимую игру и вместе вот разбираться в этих матчах. У нас уже появились регулярные читатели, которые регулярно пытаются вот нам помочь сделать наш эфир интереснее. Спасибо вам за ваши фанни-факты, которые вы отправляете нам. 19-16 с товарами, ну... Не, ну да, все говорят, что классный мираж у Фнатик, но фейсклан не побоялись его вообще сыграть, и вообще сегодня выбор карт просто удивительный. Наконец-то мы видим риск. Вчера был классный мираж у Фнатик с непами, потому что они, проиграв, ну, как бы проиграв первую карту вообще в салат, вот отдали ровно два раунда команде НИП, после чего начали просто их, я не знаю, возить по карте, как телегу. Да, 13 за атаку. И НИП так и не смогли вообще что-либо сделать. Там, конечно, во второй половине была попытка, но счет был разгромный. И на третьей карте НАП вообще никак не сыграли, хотя делали вид, что старались. Ну что же, пытаются, пытаются сейчас проверить, что же там в центре карты ребята из Фнатик. Кримс в коннекторе, получил флешку. Вот как раз вот сейчас сюда выходят два игрока, да, понимают, что нужно отступить. С окна от JV не попадает с ВП, возможно, в смог успел стрельнуть, либо по апельсинкам. Но и под B находится у нас Олаф. Да, Ника, кстати, залетела все-таки от JV. Там очень крутую позицию играл Голден, но почему-то решил отойти. Вполне возможно, заметил бэк оврык. Кримс забрал попытку врыва в коннектор. Рейн падает. Но Рейн, кстати, заметил Кримс. Надо яму занимать сейчас игрокам обороны. Прошел выход в яму, залетает Бролан. Шикарную работу проделывают игроки обороны на базе, разыгрывая комбинацию под флешку. И после этого все подходы к Апленту закрыты. Вылазка на центр. Флюша услышал мид. Минус Ника. И минус, скорее всего, Броки. Да, два хедшота от Флюши. Тут без шанса за спиной стоял JV с авиком. Если бы не Флюша, то JV бы. Ну и шесть шведов в живых осталось на сервере. Смотрим, что скажет Олаф Мейстер своим соотечественникам. Вот тут зарежут еще. Не, ну я думаю, они Олафа резать не будут. Все-таки они его очень уважают. Это их бывший лучший тиммейт. Игорь, тут, наверное, дело неуважения. Все-таки начало игры. Почему бы и не заработать себе лишние деньги? Вот неуважение это когда в последнем раунде. Пацану последним в спину. Знаешь, конечно, такая игра, что в начале игры тебе деньги не нужны, а нужны в конце. И вот знаешь, ты тут зарезал, а в конце ты без денег. Так что лучше не рисковать. Да и кармические, кармические эти все ножи. Частенько, частенько потом вы ловите камни, еще ничего не можете сделать. Не, ну кармически, да, но опять же экономически и по игре есть в этом смысл. Вот в начале первой половины почему бы и не подрезать, и не заработать себе какие-то дополнительные деньги на гранаты. Итак, 6-2 за фейс-клан. Немножечко отвечают Фнатик, но сейчас, возможно, поменяется и темп, и направление раунда. Потому что, опять же, не просто так сейчас заколился тайм-аут. Фейзы уже кое-что увидели. Увидели небольшие изменения. Там чуть-чуть поагрессивнее начинают работать шведы. Они знают, что АВП в руках GV. В общем-то, по-моему, второй АВИК не видели. По поводу СГшки подобранная информация должна быть. Ну и, в общем-то, сейчас вот закупаются под ноль ребята. Есть ИВП. Возможно, как раз Броки пойдет перестреливать GV. Либо выход через ковры. Просто дубль 2. Давайте посмотрим. Пока что направляется, возможно, повоевать с Голденом. Так, дым на центр. Флэш на центр. Два игрока будут выходить сейчас. Да-да, дым на старт уже раскрылся. Ника закрывает в этот момент Джаспиро в Эксела. Отыгрывает Флюша. Но ему не удается здесь сделать. Не увидеть соперника, не сделать фрага. Хотя понимание к команде Fnatic пришло. То, что центр карты все-таки занят. Но вот как именно он занят, они пока не знают. Дергают ковры, дергается Яма. Олаф привлек все внимание. Играет Рейн. Очень опасный момент был Кримзон. Но теперь оборона база должна быть просто непроходимой для игроков команды. Фейс, вот как я это только сказал. Олаф простреливает Бролана на тикет-боксе. Молик в джангл. Да, теперь нужно как можно быстрее сейчас откинуть смок и поставить эту бомбу. Что и делает, в общем-то, сейчас Фейс Клан. Да, вот если бы был бы Нико в живых, там, наверное, коннектор бы, ребята, побыстрее бы прошли. Ну и снайпер будет прикрывать установку бомбы. Разыгрывает Голден. Есть коктейль. Он не лезет, не лезет. Не пересмок. Шикарная граната залетела. И в итоге Голден сжигает установщика бомбы. Но раунд все равно пока висит на волоске для шведской команды. Нашли авик еще в тупичке. Дополнительная информация. Голден отбивается как может. Сейчас надо уйти. Да, да, да. Что он вытворяет? Голдзира. Знает то, что красный в коннекторе. Это информация от Рейна. Играют против Броки два игрока. Есть там второй еще с плескейт-бок. И залетает Голден. Пытается играть против дефолта. Кримз. Шикарный дэмэдж. Да, Кримз вскрыл Колден. Непонятно. Он красный был. Наверное, пикнул с голов и попал. А может быть, открылся. При фаером, надеюсь, сейчас будет повтор. Потому что фраг максимальной важности. И давайте. Вот там показывают выход от Олафа. Вот этот энтрик, который позволил зайти на точку дальше. Молик от Голдена. Это мы видели. А вот как Кримз? Как там Кримз справился? Да, как Кримз убил Колда. Ну, вот как раз момент не был записан, видимо. Но можно будет посмотреть в демке. Либо потом попозже мы увидим этот повтор. Итак, 6-3. За фейз клан. Минус деньги для фейзов. И пошел ответ от шведов. Перспективное очень начало в плане счета. Мы, возможно, увидим у 8-7. А, возможно, и 9-6. Вот сейчас как раз все идет к тому, что мы подходим прямо в плавную к этому моменту. Ой. В ногу. Рейн. 19, правда, ну в рубашке родился парень. Не, но здесь легкий-легкий получается раунд. Но если Зик сейчас не умрет, то все. Все, сейчас Зик может умереть. Зигзог! Не! О-хо-хо-хо! Флюша! Какой красавчик просто! Ну что, два красных остается у атаки. Рейн 15-38, Ника с пистолетами. Да, там есть Диггл в руках Ника. Возможно, сейчас вот подловит Джей Ви. Но Джей Ви уже дал свой минус. И все, есть инфа по Ника. Ну и как бы ситуация 1-4. Все вы понимаете. Прострелом от Голдена. Плюс даже там Джей Ви до этого дал домашку. Ну все, поехали дальше. Оружейный раунд. Два раунда преимущества у Фейс Клаун. Пять раундов до конца половины. Ну и в принципе, как говорил Игорь, здесь и 8-7 реально. И 9-6. Да, и 10-5 тоже, конечно, увидеть реально. С учетом того, что Фейс начинали строго в свою пользу и показали уверенную серию. Может сейчас они попробуют повторить. Но Фнатик уже подстраиваться начинает. Из раунда в раунд все сложнее и сложнее. Команде Фейс мы это видим. Так, Джеспер. Поджим центра карты. Под флэш от Флюши. И сразу же с антрифрага начинают Фнатики крайне важный раунд отыгрывать для своей статистики. Ну и меньшинство. Рейн вновь идет в коннектор. Центр контролируется фейзами. Третий игрок с бомбой будет очень-очень долго выходить на центр. Есть игрок с подвала. И пока что главная задача это убить окно. Судя по тому, какой фокус показали ребята из команды Фейс. Но, по-моему, атака трещит по швам. Да, не там, не там. Не удается ни увидеть, ни проверить. Ни тем более даже выстрелить в соперника. Это просто Джей Ви с окна выключает апельсинки. Потом легкий минус в коннекторе. И уже, в общем-то, раунд завершен. Очень быстро Фнатики, кстати, поняли, что нужно делать с командой Фейс, когда они занимают центр. И вот такая вот агрессия от снайпера была действительно просто палкой в колеса всему раунду для коллектива. Фейс. Финалку мы наблюдаем с вами весьма интригующую. 2 в 4 устраивает Олаф для своей команды. Но тут не читаются лифты. И в итоге Флюша его перестреливает. Колд-зиро последний. Хорошая игра от Флюши. Ну и да-да-да, еще один раунд должна отыграть команда Фнатик. 1 в 3 ситуация для Колда. Но он в лифтах. По нему была информация. Здесь, конечно, аутов очень мало на этот раунд для него. То есть он здесь пытается и будет проверен. С учетом того, что опорники на своих позициях будут играть максимально до Талова, у Колда реально шансов не так много. Но если сейчас не ошибется Броки... Ой, Бролан, извиняюсь. Если Бролан ошибается, то... Бролан очень аккуратно играет. Слушай, Колд-зиро вот он прям выманивает пикнуть, проверить. Но никто не вылез у шведов. Шикарная дисциплина для Фнатика в этом раунде. Ну и очень важный раунд берут. Правда, вот СГ бы убить и было бы вообще все подчистую хорошо. А так СГ в теории имеет шансы на следующий раунд быть реализованным. Поэтому... Ну там, видишь, по 3000 у атаки. Поэтому надо играть в АК. Но с СГшкой, да, это, конечно, хорошее оружие, которое может на 1-3 килл, дополнительный девайс. СГшка может сработать. Кстати, на Б. Вот на Б там стоит Голден. Возможно, к нему сейчас попробуют сыграть. У кого первый РС? Возможно, там какой-то Дикий сейчас пойдет просто отстреливать ЖВ. Вырубать АВП в окне с этой СГшки. Колд. Давайте посмотрим, кто же там первый. По-моему, номер 7. Это Рейн. Но нет, у Колда остается СГ. И Ника идет отстреливать Яму. Ну тут нет, 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 нет. Будет помедленнее играть. Там пошел уже Молотов. Ну и смотрим за Колдом, друзья. Он прикрывает выход на центр. Там двое Зиг уже поджался шикарнейшим образом флюша через подвал. И поменяли немножечко свой раунд. Ребята из команды Фнатик стали поагрессивнее. Вот если сейчас флюшу поймают на телевизоре, это, конечно, будет серьезная история. Размен в центре. Вновь Кримс. Подловили флюшу. Это броки. Шикарный момент. В большинстве фейс-клан. Можно подбирать калаш. М-ку. Да, да, да. Даже какой переворот. Ну и надо еще выйти. Понимаешь, им еще надо зайти в точку. То, что Аплант пустой. Они пока не знают. Только сейчас начинает играть Люрк с ковров. А вот после центра перетасовка позиций нам показывает, что выход на базу Б хотели разыграть фейс. Но Нико упал. Все информация есть. Надо проходить в подвал. Это был развод. Там игрок в подвале. Вот натоптал специально, зная, что в зиге находится игрок защиты. И на шифте пошел назад. Тут уже Джеспер идет. Сити. И сейчас, скорее всего, будет пикать Нико. Нико сидит в очень хорошей позиции. Слышал снайпера. Джеспер может его не проверить. И Джеспер не проверяет. Ну, хорошо. Как хорошо залетело сейчас с первого патрона. Тут всякое бывает. Ну и минутка приятных моментов для команды фейс. Это просто хедшоты. Все залетает в голову. Брал он последний. И это будет 7-5. Но у Фнатик много денег. Второй раз. Кримза убивают в медле. Когда у фейсклан 2К. Раунд. Забирают его пушку. И с этой пушки опять уничтожают соперников. Все-таки Фнатик. Давайте против пистолетов не поджимать. Все-таки уже как бы второй раз вам говорит. Вот намекает как бы игра. Все. Ловят, убивают. Там бешеные стрелки. Там бешеные деглы. Поставьте Кримза в КТ респаун. Чтобы он не отдавал свой девайс. Боже ж ты мой. Его девайс какой-то... Вы знаете, есть такая фишка в КСе. Ты подбираешь чужой АВП, Которая в тебя промазала 3 раза. И сам с ним потом мажешь 3 раза. А здесь у Кримза девайс, Которого он сам мажет. Но если он его отдает, берется раунд. Короче, это какая-то... Какая-то смешная ситуация. Подобранного девайса вообще кого-то убили. Но сама ситуация. Его там же поймали, подловили. Который за Сейли на СГ дал 2 минуса. И, в общем-то, шикарный поворот событий для фейсклана. Фнатик уже шли тут забирать себе вообще половину, судя по всему. Но не тут-то было. Седьмой раунд для атаки. Нет, с ВП работает защита. Смотрим, поменяется ли что-то сейчас у шведов. Ну, нет, пока что Джей Ви в окошечко летит. Молик коннектор от атаки. Разыгрывает, кстати, свое окно под молотом. Всегда заметьте. То есть игроки атаки кидают дым, но Джей Ви до этого кладет туда молик. И получается вот такой вот ванвей, который позволяет Джасперу из раунда в раунд устраивать на центре карты парочку переворотов. Но эту тему уже просекают ребята из команды фейс. Начинаются прострелы. И Джасперу уже 60% здоровья остается. Правда, этого на самом деле ему до конца раунда точно хватит. Ну что, все то же самое делают фейс на центре карты. Только на этот раз не нажимают слишком быстро, пытаясь дать сопернику возможность показать свои позиции и выводить гранаты. Брон, пожалуй, яму. Это очень важная информация. А Рейн выключает флюшу на зиге. Начинается все вновь классно для фейсов. В центре килла. Опять же, раздамажили Джей Ви. И вот посмотрим, как они дальше будут растягивать шведов. Но у шведов хотя бы есть одна агрессивная позиция. Это яма. Возможно, она еще сыграет. Джей Ви, да, чудом выживает в этой ситуации. Ну и перетяжка как раз идет под базу А от одного человека. Они поменялись ролью. Отдали бомбу номеру 8. Вот люркер Ника. Вот если... Ну, Ника люрканул в прошлом раунде. Если он сейчас выключает Бролана, то это супер шикарные шансы на раунд для ребят из фейса. Они могут просто выйти на базу Б и практически... О, Бролан под ванвейчик. Под флешечку. Ну и в итоге Ника обнаружили. Но Бролан играет очень аккуратно. И прямо граната. Прямо 13 кп осталось у Ника. Выход Б. Голден. Голден. Джаспер. Что вы проспали-то? Так. Бролан, Крим, что делать? Понимаешь, один Ника заставил Бролана напрячься настолько, что тот, скорее всего, что-то ляпнул в тимспике. И оборона базы Б просто, ну, растаяла от этой информации. Ну да. Хотя это Ника. В принципе, если бы сами-то должны были готовиться, знаю такие фишки, что он тут частенько... Если Ника там где-то под ямой и карами, то, возможно, вся остальная команда где-то на другом фланге. Но подумал, возможно, это заход в коннектор. И да, Б-плэн дернулся. И как-то все вновь под диктовку фейс-клан. Восьмой раунд забирают, судя по всему, без потерь. Но сейчас, конечно, какие-то фраги могут зайти. Вот как сейчас в исполнении Кримза. Да, все-таки свой минус дал. 6 хп остается. Сейф отчаяния, чем сейф целью получить результат. Как она его взорвала? Ниже на ступенечке взорвалась, да? Возможно, да. Ну, это как, знаешь, как на Нюке вчера установка бомбы на линию, там, где рельсы на базе. И туда вылетает граната из девятки, падает прямо под рельсу. Человек, который ставит бомбу, у него 15 хп, граната взрывается под ним. Ну, там один хп с него снимает. Весь твич-чат в шоке, все в шоке. Там, наверное, создатель карты Нюк тоже в шоке. Вопросы по хитбоксам просто начинают сыпаться в твиттер CSGO. Человек, который там, наверное, следит за этим твиттером, тоже не понимает, что делать, потому что он в CSGO не играет. Так, ну что ж, друзья, экономический 2к в исполнении Фнатики и засейвленный АК. Вот он играет на 3 атаки, его сразу же выбивают. Размен от 3 уши по красному. Все-таки Бролан немножечко постарался. А вот здесь Ника чуть не ошибся, но исправился. Да, второго забрал. Джей Ви разменивает с Валеры, но после этого 2 в 2. Там Голдена со всех сторон забивают уже на точке. Там же бомба минус Голден. Еще и Каешкин во всякий случай. Да, забрали. Очень плотно дуэт проработал по опорнику Бен. Ну и Джаспер остается последний с Валерой. Если возьмет раунд, это раунд имени Валеры. Так. Тут точно какой-то граффити можно будет нарисовать. Ну и Джей Ви остается со кухни до конца. Его ждут. Не проверяется план. Джаспер слышит установку бомбы. Ой, 3 хп, но еще есть надежда на Валеру. Ах, какое попадание! 24% здоровья остается у Олафа. Жаль, что не в голову. И раунд имени Валеры был бы очень и очень знаменательным событием для нас. Но все-таки Олаф... Олаф собрано не дал Джасперу натворить грязи. Минута до конца, кстати, была на установке бомбы. И Джаспер сыграл крайне красиво. В итоге 9-5. Есть деньги на последний раунд у шведов. Это значит, что 9-6 мы, возможно, увидим в случае их убедительной игры за диффенс. Такие раунды они нам уже показывали. Я жду, кстати, вот поджима центра уже. Несколько раундов. Но что-то как-то не хотят его разыгрывать. Ребята, вот, вот, пошел поджим. Но это то, что контрит вот такую вот атаку от команды Фейс, когда они проверяют практически каждую позицию на центре. Но здесь немножко переборщил Кримс, хотя практически забрал Рейна. Рейн подбирает АВП. Ну и, в принципе, с этим девайсом еще может хорошо здесь навредить Флюшу. Заметил Нико. Идет отстреливать. Сейчас гранатка. И, возможно, нет, отступает все-таки назад. Просто поймал на хаешку Флюша. Ответная, ну, поменьше урончик. Всего лишь 11 ВП. Но Флюша дожимает Ника. Шикарный момент. И это ситуация 4 в 3. Шикарная для команды Фнатик. Но Колд, если подловит Голдена, конечно, там есть клопа в Зиге. Но здесь и Олаф вообще очень опасные позиции. Кстати, может пройти он сейчас. Пошел в подвал. Может выбить бомбу. Там идет, кстати, Рейн вот как раз красный. Джеспер сейчас подловит по факту весь раунд. И по идее раунд уже сломан без 5 секунд. Тут бомба. И, по идее, Колдзир, выйдя на базу Б, может быть, даже не проверил. Да, все, Голден его забирает. Ну и 9-6. Это то, что мы с тобой, в принципе, ждали. Это то, на что рассчитывали сейчас ребята из Фнатик. Начиная играть первую половину не очень уверенно. Ну, то есть даже не то, что не очень уверенно. Не так, как вчера, я бы сказал. Но вчера они показали супер шикарную атаку. И бьюсь об заклад мы увидим немало проблемных раундов для команды Фнатик во второй половине. Если, конечно, они не смогут играть как вчера. Но напомню, вчера Нипов они не чувствовали. Да, по сути, мы и не увидели Фнатик в защите, друзья. Пока что мы уйдем на короткую паузу, друзья. Будет розыгрыш. Следите за сообщениями на экране. Следите за чатом. Мы вернемся с началом второй половины. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты прав, для него новый вызов, а Fallen по-прежнему халдит до 20-й секунды. И как бы еще есть один такой нюанс. Cold Zero хоть и перешел в фейс, но начало у него было очень смазанным. Мы видели, что не сразу он вписывался в состав, но в конечном итоге за достаточно короткий промежуток времени парень просто стал, не знаю, родной душой команды. Как только пришел Броки, все стало на свои места и стало по ролям фейс-клана. И тут уже у ребят появилась и игра, и вообще все просто шикарно. Ну, конечно, есть куда стремиться всегда, есть над чем работать. В любой команде, даже топ-1 команде мирового рейтинга, на которую мы сегодня посмотрим, друзья, уже в следующем матче БО-3. Напоминаю, кто, может быть, не знает, Астрали с Na'Vi, друзья, сегодня вечером, 7 часов вечера мы смотрим эту драку по Киеву-Москве. Для меня слишком много Астрали с Na'Vi за 2 месяца. Уже что-то как-то слишком часто этот матч. Начинается второй групповой этап. Короче, будет круто. Есть мнение, что очень много сочных матчапов будет вообще в течение половины года. И третий матч OG, напомни, с кем? Маус. А, с Маус тоже. Не менее крутая игра. Короче, сегодня весь день просто лютейшего КСа. Мы напоминаем вам, ребята, что да, это плей-офф, как бы, и тут уже шансов на ошибку нигде нету. Флюша не вышел с ямы. Надеюсь, вам не нужно одевать там защитный костюм, выбираться на улицу, а просто вы сидите дома и наслаждайтесь хорошими матчами. Брон! Хороший ответ. Но по карте были прочитаны минимальные ребята из команды Fnatic. Есть шанс ударить непредсказуемым выходом с коннектора. Но оборона примерно догадывается, что, скорее всего, оттуда и попробуют сейчас отыграть, так как это единственная свободная позиция. Нет инфы по окну. Не чекается, кстати, проход и подсад. Вот это может принести... Ну как, они знают, что они отпустили просто, что не контролируется. Очень тоже хитро стоит защита. Вроде бы 2 плюс 2, вроде бы все плохо, но где-то поджалось ям, а вот теперь уже ладно. Теперь колдзиры не читаются. Тем не менее, проверяют аплент безукоризненно внимательно. Залетают гранаты. Попытка пикнуть КТ. Играет колдзиры с Тетриса. Его должны разменять, но подождите, не вошел. Оп! Голд! Ну, Голден здесь спокойно справляется. 3 в 2 меньшинство. У команды Fnatic. Лиркуется база Бет. Джеспер весь раунд охотился в том направлении и уже находится на позиции кухни. Олаф Мейстер. Да ладно! Да ладно, Олаф! Ой-ой-ой, убей его. Это 1 на 1. И все было бы максимально жестко. Это ребята с Natic, но они выбрались из минуса. Красавцы! Там по ходу какая-то инфа пошла, потому что Олаф хотел уже бежать в кухню. Потом резко остановился, но понимал, что второй уже несет туда бомбу. Ждал GV, а потом как будто просто, я не знаю, отвернулся от монитора. Ну, либо просто не залетело. Так была бы ситуация 1 на 1. Еще бы бомба не стояла, поэтому был бы хороший раунд. Но затащили, окей, 12-7 за фейсклан. Последний день для ребят, броки с авиком. Ну и GGB пока говорит о том, что да ладно, 9-22 на Фнатик. То есть у них вообще нет шансов. Они вчера 13 раундов взяли за атаку. Они вчера 16 было, так что такое все. Но здесь, смотри, здесь больше повезло в предыдущем раунде. Ника ошибся в перестелке. И это, на самом деле, всю защиту покалечило. И в этом... Ага, я понял теперь, почему они не парились за окно. Они, наверное, и в том раунде такую же штуку оставили. Ну, сюда уже поглядывал только что Ника в джангл. И лифты не разбиты. Ну, короче, оборона база может позволить себе просто отдыхать. А вот оборона база B не отдыхает никогда. Улов мейстер с бенча по информации тиммейта забирает игрока в зигзаге. Проблема у ребят из команды Фнатик. Они остаются 5 в 3. А тут у B проблема опорников. Их сейчас с двух сторон просто прихлопнут. Но не двигается Бролан. Там услышат решетку. Услышат решетку в любом случае. Бомба падает. Информация прошла. Короче, хорошо. Флюша должен сам тут все решать. А Бролан там попытается всех подрезать. Да там решет. О, ты момент настал. О. Рейн. 1 на 1. А, 2 в 1. Да, 2 в 1. Есть инфа, что Флюша красный. Давайте посмотрим, что сделает этот парень. Если он сейчас где-то здесь намутит фраг против Рейна. Ну, Рейн ждет тиммейта. Опять же, у Ника угол обзора. И вообще обзор плента будет намного более сочным. Рейн, кстати, только что... И Флюша решил рисковать. Пикать, чтобы остаться 1 на 1. На этом его подловили. Секунд 5 Рейн не смотрел на дверь. Если бы Флюша зашел в дверь, он бы просто его в ухо вырубил бы. И это был бы шикарный момент для него. Но что же, в раунд, раунд, за Фейс кланы. Все ближе и ближе. Они к победе. Нам показывают сейчас оборону. Как стояла оборона базы А и базы Б. Да, да. Это после entry kill. Хоть и есть игрок в джангли, но он никого не увидел. Решетка, да. Вот видите, он отмечает то, что решетка не разбита. Поэтому ребята из команды Фейс вообще не парились на тему... Ну, на тему того, что, может быть, будет подсадка, чувак пройдет со спины, попробует как-то подрезать опорника базы Б. Ну и, естественно, да, на диких щах ты берешь вот такой вот раунд. А прикинь, какой как там Бролан себя чувствовал. Его подсадили в начале раунда, он весь раунд сидел и не понимал, как бы, где соперник. Да, ну так в этом фишка, вот играть нестандартно, вот не повторять эти дефолты, каждый раз менять свою расстановку. Играть желательно и пассивно, и агрессивно, но, опять же, в нужный момент, в нужном месте. Ну и 64% раунда, в принципе, за КТ-сторону. У Фейс Клана шикарная статистика. Все очень просто. Ну и, как видим, сейчас они играют за защиту. Там есть распауна мид. Вчерашние атаки коллектива Фнатик мы не видим, потому что, видимо, да, в соперниках не на IP, и, черт возьми, очень трудно. И смущает, конечно, да, оверпасс в пикбане карт, потому что вчерашний оверпасс ребята из Фнатик сыграли на твердую двойку. Буквально, буквально на твердую двойку. 0-2 просто можно дико отлететь, но посмотрим, конечно. Чем закончится для начала первая карта. Ну что, колд на АБ, там же... Поджим центра. Ну все, как всегда, да, Олаф вместе с ним. С дикой первой ролью, но его уже не подловить. Гибко сыграл, потушил. Вернее, погасил коктейль. Ну так, Брокер на всякий случай проверил, не врываются ли там в зиг. Дал эту информацию Колду. Колду уже на ВН играет. Да, поднялся он на лестнице. Есть в коннекторе Ника на контроле. Ну и вновь не отдают полностью точку А. Там хоть кто-то играет на поджиме. На этот раз Рейн на сэндвиче. Ну, по идее, да, он должен там стоять между. То есть он оттуда никуда уже точно не денется. Пошел смог из ямы. Против него играют ковры. И против него играет... Ну, по идее, ему надо с коврами просто справиться. Снайпер на точке должен будет сделать всю основную работу. Но выход назревает достаточно надушно. Это значит, что проблему будут преследовать на каждом шагу. Ребят из команды Фейс. Но справились с коннектором. Ника здесь просто, ну, я не знаю, это божественное какое-то вмешательство сейчас. Вспоминаю вчерашний... Ха-ха-ха-ха, Голден думал выживет, подгорел. Вспоминаю вчерашний матч с Нипами. Вот летит первый смог, который падает перед джанглом. И, по-моему, уже Фейсхлан знают абсолютно все. Какой будет выход, кто-откуда. И просто жестко-жестко принимают. Нереально идеальный мираж пока показывают парни из Фейс. Действительно, молодцы. У Олафа, кстати, пока 9-14. Не играет на 200%, как буквально два дня назад. Но это, наверное, потому что... Зачем? Мэйтам бывшим... Ну, это, видите, тут Ника, конечно... Подсобил. Все-таки получше, чем Рез отыгрывал. Просто не выпускает. Коннектор вообще просто не выпускает. Да и стиле игры нам, ну, разница. Если Нипы там боялись, пытались запускать, а потом играть строго на Crossfire, то вот у Фейсхлан каждый игрок, в принципе, готов выкладывать больше, чем максимум. То есть вкалывать в соло. Ну, команда в форме. Я называю это вкалывать в соло, и у Фейсх каждый игрок может это сделать. Какой-то нестандартный мув, и чувак за счет стрельбы может адаптироваться в любой сложной ситуации, дать инфу команде. Пока это знак для Фнатик, что вы далеко не в идеальной форме, ребята. Нужно работать и становиться еще сильнее. Но если только они сейчас не дадут чудесный камбэк. Но, опять же, с выглядая на деньги, оружие, понимаем, что это пятнадцатый, это уже восемь маппоинтов. Ну, наверное, на первой карте все. И опять же... Ковры увидели. Минус флюша. Подсадка в окно контролируется в джангле. Фраг от броки. Все очень просто. Действительно, все слишком просто для игроков коллектива Фейсхлан в этом матче. Я не вижу шведов. Где ваша вчерашняя игра, парни? Я так наслаждался вашим дрожом вчера, и сегодня вы вообще не атакуетесь. Сегодня команда Фнатик играет, как вчера играли НИП в атаке. Просто пришли, встали в коннекторе, и все хорошо. Но бомбу как бы в коннекторе вы не поставите, парни. НИП за защиту начинали. Ну, а в атаке у них то же самое было. Они вот так же приходили к Фнатикам, и... Да, там, по сути, не было второй половины. Да, да, просто вставали. Там 13-2 за атаку. И не знали, куда дальше двигаться, зачем двигаться, почему... Чуть-чуть ребята там повоевали вначале. Что, B хотят сыграть, колд-зиро. Шикарная позиция для приема. Еще дополнительно есть опорник на базе B. Даже... Ну, а услуги опорника, возможно, второго не потребуется. Колд отыгрывает уверенно, но не справляется с Голденом, который умудрился вот такой вот вписать красивый, прекрасный. Давай, Голден, еще кому-нибудь. Нет, не выключает. Голден, 15-7, 4-700, 4-900, 5-100, вернее, 5-250 у Голдена. И это последние деньги команды Фнатик на последнем раунде. Хорошо, что они есть, потому что... На оверпассе, потому что... Слушай, потому что вчера на оверпассе ребята из Фнатик, проигрывая в салат на последний раунд, у них было там 1900, 2200. Ну, короче, рафляночка. Ну, деньги есть, но, опять же, мы понимаем, 8 подряд без ошибок для команды Фнатик. Это очень сложно. Тут какой-нибудь Дигл возьмет Нико в одном раунде, просто навешает 7. Ну, не сейчас, минус 3. Вот это да. А флешек с аплента не было от опорника, и в итоге ребята из Фнатик были вне блайнда. Шикарный быстрый выход по итогу мы видим на базу А и Уолл оф Мейстера. Ну, решения этой проблемы точно не существует, его вообще зажали. Ну, неплохо огрызнулись. Вопрос просто в том, насколько стабильно смогут Фнатик в дальнейшем также атаковать. Сейчас оборону подстроится. У Броки есть на АВИК, 200 у Колдзиры. В целом денег хватает на закуп, но тут, конечно, лучше не рисковать. Да, закупаются те, кто может. Колдзиро получает дроп Дигла, первый армор у Рейна. Ну, и 1900 им насыпят в конце раунда. На самом деле, ну, могли бы рискнуть закупиться сейчас, потом слить, если что. Ну, и там на 16-10 выход для шведов, но это еще комфортные условия для того, чтобы взять карту Мираж. Да, решили не рисковать, вот, и спокойненько сейчас отыграть. Ну, посмотрим, ребят, что будет. Возможно, все-таки Фнатик как-то еще смогут. Опять же, атака у них вчера была просто шикарная против Нипов. Но тут уже еще давит немного на ребят, и, опять же, нет права на ошибки. Где-то, возможно, ты не столь агрессивно будешь действовать. А вот Рейн, да, пришел, уже забрал девайсы, коннектор уже пытается выйти. Но атака никуда не прошла, разве что живи, сейчас Б зачистит. Броланд, привет! Да ладно, привет, Голден от Колда! Голдзиро из Дигла забирает Голдена. И Боба уже сейчас будет подрезать Рейн. Бравалисимо! Он говорит, Бомба идет на Б, парни, идем быстренько! Да ладно! Это Фейс Клан! 8 апреля, друзья, Фейс Клан Нави. Это будет четвертая игра в группе. То есть, вообще, чуть ли не в самом конце. Да. Ну что ж, сп...